Первой точкой в маршруте контролёров стал строящийся первый дом в девятом микрорайоне. В настоящий момент возведение этого объекта приостановлено. Во время прошлого рейда народные контролёры высказали несколько замечаний застройщику, которые в настоящий момент устранены. Замечания по наличию зазора, награждения строительной площадки. Замечания были устранены на следующий день. Было замечания по наличию мусора. Мусор мы тоже убрали на субботнике. Ещё один объект – 31-й дом, расположенный напротив строящегося детского сада в девятом микрорайоне. Здесь все замечания, высказанные ранее, также устранены. Были произведены работы по усилению забора. И мы закрыли ворота от постороннего доступа. То есть предотвратили возможное попадание людей и посторонних людей на стройплощадку. Замечания были устранены и у строящегося нового дома в пятом микрорайоне. Последней точкой маршрута объезда стали строительные объекты в 13-м микрорайоне. Здесь также в результате предыдущего рейда были выявлены нарушения. В основном это мусор на площадке, а также нарушение целостности ограждений. Мы видим, что возведено ограждение. На наши замечания отреагировали арендатор земельного участка. И можно сказать, что на следующий день после нашего рейда было установлено ограждение. Тем не менее, замечания еще в целом по периметру данного ограждения, к его целостности существуют. Мы дальше будем отрабатывать. За месяц активных рейдов инспекторами было выявлено около 10 нарушений на 6 строительных объектах. На данный момент почти все предписания контролеров выполнены. Исправить недочеты предстоит и арендаторам участка в 13-м микрорайоне. Тем более, что речь идет о безопасности детей. Елена Канина, Илья Квасов, Новости Губкинского.